Им выдается так называемое пособие, они его получают, помните, как с других этих всех созывов Верховного Совета боролись с этой конвертной выдачей денег депутатам разных этих самых фракций. А теперь это делается вполне, по сути, легально. И никто даже не заикнется, ни НАСК, ни ГБР, ни СБУ, никто, что это все коррупция. Это высшая, но это мафия называется, это уже даже не коррупция, это мафия. Объединение бандитских, разбойничьих, преступных групп в единое целое с высшим государственным аппаратом, захват полностью высшего законодательного органа. Ну, об этом дальше поговорим. Давайте немножко про другое, про события, которые случились сейчас в Российской Федерации. Там тоже бандитское государство, тоже как в Украине государство стационарного бандита. Это что там, что там, это все. Беларусь, Африка, там вообще почти все государства стационарного бандита. Там свергли этого почти, который один только уже остался, там был в Нигере президент, ориентированный на Запад, на Францию. Его свергли, сами же Насгвардия, которая его и охраняла. Я думаю, бойцы Пригожина его убрали, потому что он не захотел ехать в этот Ленинград-Санкт-Петербург на форум «Россия-Африка». Но давайте про другое. Близкая тема, но немножко другая. Итак, как известно, суд в Гаге, криминальный суд, уголовный, он, международный уголовный суд в Гаге, он, как известно, выписал ордер на арест Путина. Там был прокурор, который это инициировал, и, соответственно, три судьи, которые это сделали. На суд этот, как в марте этого, 23-го года, вынес решение выдачи ордер на арест Путина. И там у него есть еще уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. За то, что они предположительно ответственны за депортацию детей с Украины в Россию. Не только в Россию, теперь и в Беларусь. Больше трех тысяч детей украдено, они находятся, украинские дети, в Беларуси. Ну, Кримль тогда заявил, что типа спокойно относится к этому событию, но неспокойно. Следственный комитет, соответственно, открыл тогда, возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда, который, собственно, причастен напрямую, Карима Ахмадхана и трех судей. Тумука Аканы, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херадо Угальда Гдинес. Что ж, пошло дальше. Потом пошел этот весь процесс, шел, шел, шел. Ну, и вот они высказали, Следственный комитет России, что это было все преднамеренно, обвинение неправильно и так далее, и так далее. Ну, тогда они не прореагировали, особенно на эти все заявления и Песков, и другие. Ну, они реально столкнулись с очень серьезной проблемой на примере российской поездки Путина на встречу на саммит лидеров Брикса, которая должна быть 22-24 августа 23-го года. И запрещено туда Путину ехать. Президент Ромофоса ЮАР сказал, что ну никак тебя не могу принять, потому как должен тебя арестовать. И западные страны руки выкручивают, страны моря, Великобритания, США денег не дадут, поддерживать не будут, ну так свергнут меня и все, и что-то мне надо делать. И тогда Путин как бы вошел в этот весь процесс, и сегодня появилось новое развитие событий. Это, то есть Путин якобы отказался ехать в Ханесбург, но будет типа там по телевизору, поедет Лавров. Но для Путина, конечно, это все чрезвычайно унизительно, для России, для их верхушки бандитской, как же так, что вот главного Пахана и сумели так сильно прижать, что он не поедет в Брикс, в ЮАР. Что же произошло? Это очень важно, я думаю. Российская МВД объявила в розыск, вот эту очень ответственную за выдачу ордера на арест Путина судью Международного уголовного суда. В базе розыска МВД появилась карточка судей, то есть тут был Следственный комитет в марте 2020-го, а это уже база розыска их Министерства внутренних дел. Карточка судей вот этого Международного уголовного суда, Тамака Акане, из нее следующая судья объявлена в розыск по уголовной статье. Акана одна из этих трех судей, которые дали ордер, подписали на выдачу на арест Путина, и создали ему, ну и этой Львовой Беловой, и создали очень тяжелую ему международную геополитическую ситуацию. То есть они перешли, Путин и его банда перешли в наступление, дальше появляется какая вещь. Карточка появилась в розыске этого системы МВД в ночь на 27 июля в базе розыска. Розыск объявлен по статье Уголовного кодекса, указанную в базе. И далее, на что мы переходим. Указана, тут еще такая вещь. Какая статья не указывается? Она написана так. Тамака Акана японка разыскивается по статье Уголовного кодекса. 22 июня в базе розыска МВД появилась судья МУС Розарио Сальваторе Айтала. Тоже еще одна. Так? Но есть еще третий судья Гадинес и есть прокурор Хан. Они еще в базе розыска МВД пока как бы не актуализированы. А вот дальше что происходит? Смотрите. То есть фактически, фактически, фактически мы должны говорить, что Россия переходит в наступление. Путин дал команду перейти в наступление по этим судьям. То есть они объявлены тоже уголовными преступниками, которые должны быть арестованы и доставлены в Россию и их должны судить. То есть Россия заявляет, что эти судьи этого суда вместе с прокурором Ханом являются уголовными преступниками и их надо судить. И Россия начинает их розыск, Министерство внутренних дел, ну и соответственно все разведки российские, внешняя разведка и все главные управления разведки Минобороны и так далее. Вот здесь самая такая важная коллизия появляется. Особенно почему все среагировали вот на эту японку Аканы. Потому что она такая женщина очень как бы судья Томока Акана. У нее интересная биография. Родилась она в 1956 году, закончила Нагойский университет, дипломат, ну и судья Международного криминального суда. И вот она была на минуточку государственным прокурором в 1982 году в Японии. Очень много разных у нее было постов. И то есть она как бы двигалась по разным направлениям. И была даже избрана прокурором Верховного суда Японии. То есть она читает профессор, криминальное правосудие, университет там Нагой, который она собственно и заканчивала. То есть она очень в большом объеме разных вопросов. Работала в департаменте, в министерстве возглавляла юстиции Японии. Короче, высочайшего уровня юрист. Что же теперь происходит? И ее в 2016 году уряд Японии вызвал кандидатом на посаду судьи в этот суд. Ее избрали в 2017 году на 9 лет. В 2018 году она вступила в марте в эту должность. Значит, на 9 лет получается, что она до 27 года. И вот здесь очень важно понять, что она очень много задействована в Африке. И у нее разные были туда командировки, в том числе в Кению и в другие страны. Что мы можем говорить с вами по этому поводу? Япония это, ну как бы порассуждаем с вами. Япония считается врагом, открытый враг Российской Федерации, лично Путина. Договора между Амирей, между Японией и Советским Союзом не было. А РФ это, они себя называют, правоприемники Советского Союза. Поэтому они отбрасывают все претензии на острова со стороны Куринские, со стороны Японии. А сейчас в Северной Корее находится Шойгу, министр обороны. То есть принято решение перейти к плотному очень сотрудничеству и военной во всех сферах Северной Кореи и Российской Федерации. Шойгу даже как-то там сформулировал мысль, что армия Северной Кореи это самая сильная армия в мире. Ну то есть Шойгу умеет формулировать. А ясно, что им нужны эти снаряды, которые есть советские в Северной Корее. И они готовы их покупать, потому что снарядов у них большой дефицит и так далее. Встречал лица, встретился он уже с Ким Чен Ином. То есть Шойгу отрабатывают по полной программе. Естественно, Северная Корея враг, главный южная само собой, но второй враг по уровню и фактически по значимости как первый это Япония. И ракеты, которые сделала Северная Корея, в том числе якобы даже и ядерные, и стратегические, они все время летят в сторону Японии. То есть Япония выходит как бы на прицел для Путина и Российской Федерации армии. И тут вот эта судья появляется. Что может сделать спокойно теперь Путин? И они этими всеми возможностями прекрасно обладают. Они могут просто подловить эту судью, японку эту, которая подписала ему ордер. Теперь она фактически является уголовно преследуемым субъектом особой. Вот это Томоко Аканы. Она теперь для России является преступницей. И они могут ее вылавливать и ловить, и задерживать, и вообще с ней делать все, что угодно, где это понадобится. Как говорится, теперь этой Аканы надо ходить и оглядываться везде. Я думаю, они уже с Пригожиным договорились, что они ее поймают, как только она в Африку прилетит. А она туда, видимо, очень... То есть они ее уже изучили, они уже знают, и они ее уже, ей предъяву сделали и выставили ее в розыск. То есть, что она преступница. Теперь вопрос только, ее они должны задержать очень быстро и нейтрализовать. Ну, она им, конечно, живой нужна. Почему живой? Потому как им надо показать, что она действовала по заданию мирового империализма. Видимо, они уже высчитали, что, ну, как бы, она в таком состоянии, что ее можно как-то прижать. Уже у них есть на нее компромат. И я думаю, что если они ее сейчас поймают и привезут в Россию, то они получат от нее такие показания, которые им надо. Ну, и дальше начнется разрушение, подрыв авторитета всех этих, как это, институций этого суда. То есть, принято решение разрушить, как таковой, Гаагский суд. Международный этот уголовный суд. Теперь вопрос будет только состоять, как они это сделают, когда они ее поймают. И ясно, что они за всеми отремя будут охотиться судьями. Ну, и за ханом тоже. То есть, появилось, вот это появилось, и это еще одну я вам назвал, что она разыскивается. Начинается очень серьезная охота. Это переход уже к личному террору. И они его начнут, потому что, фактически, они могут сказать, так Соединенные Штаты тоже ведут личный индивидуальный террор. И вот этого убили, который создал эту исламскую структуру первого. И потом исламский, ну, и джихад, и исламское государство все время убивают. И Израиль убивает все время лидеров разных. Так в чем тут проблема? Она преступница. Они уже разгласили, что это преступница, которая нарушила международные законы и законы России. А они первичные, поэтому ее надо поймать. Если она будет сопротивляться, значит, надо ее при задержании уничтожить. Вот я думаю, такой пошел расклад.